Теплая ностальгия. В Ненецком краеведческом музее открылась новая экспозиция. Она посвящена тематике 90-х. О старых добрых предметах и их хозяевах расскажет Катрина Тайборей. Любопытная фотография, где изображен даже наш научный сотрудник. Такие добрые душевные фотографии хранят в себе разные истории и память о былых временах. А в атмосферу лихих 90-х можно перенестись, посетив тематическую выставку в Ненецком краеведческом музее. Через личные истории жителей Ненецкого округа раскрыть этот интереснейший и противоречивый период истории нашего региона. С декабря 2020 года жители округа помогали собирать предметы из времен 90-х. Была проведена и аналитическая работа, а также сбор информации и личных историй, а также оформление экспозиции дизайнера. За время реализации проекта «Остров Нау» собрано 48 новых экспонатов. Один из них – урна избиркома Нау. Сколько раз ходили на выборы, мы в то постсоветское, первое постсоветское десятилетие. Оказывается, семь раз, семь выборов, да, больших избирательных кампаний. Было тогда и четыре референдума. То есть достаточно активно мы участвовали в этом избирательном процессе. Следующий экспонат – «Савик». Такую одежду производил Леонтий Чупров, а вернее предприятие ТО Михайлович с 1992 по 1994 год. Далее взгляд падает на старую всем знакомую технику – телевизоры, видеокамеры, проигрыватели, полароид и даже первый ноутбук. А также легендарная приставка «Дэнди». 90-е годы – это время, когда дети просили родителей купить им новые игрушки, но не машинки и куклы, а приставки телевизионные для того, чтобы можно было играть в разного рода стрелялки. Естественно, изменился досуг взрослых, потому что мечтой каждой семьи стало приобрести видеомагнитофон. Преломный момент цифровизации пришелся на 90-е годы. Те гаджеты, которыми мы пользуемся постоянно, пришли в нашу жизнь именно в те времена. В 90-е годы, несмотря на все противоречия, несмотря на сложность, несмотря на дефициты, карточную систему, невыплаты зарплат, тем не менее запомнились своеобразной технической революцией. Потому что в каждом доме появляются новые предметы, мы их экспонируем. Дополняют увлекательную выставку фильмы истории жителей Нильского округа с воспоминаниями о 90-х годах. В течение ближайшей недели вопрос будет решен. Он и был решен действительно в течение недели, и заработную плату учителя получили. Но это были работники школы номер 3. Они выражали мнение всех абсолютно учителей. Это история Вячеслава Карибанова. На видеоролике он рассказывает, как учителя боролись за получение зарплаты. 90-е годы были довольно тяжелыми, и жители города об этом помнят. Хорошего ничего не было. Одно плохое. А что плохого? Бандитизм, пьянство. Лучше не вспоминать. О выставке и условиях ее посещения можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах. Катрин Тайбарей, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Катрин Тайбарей, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Катрин Тайбарей, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.